На заседании Алексей Русских проинформировал о том, что гуманитарная помощь от региона доставлена бойцам 31-й бригады, добровольцам и в места дислокации мобилизованных ульяновцев. Очередная партия гуманитарной помощи нашим солдатам будет отправлена на этой неделе. Также на особом контроле оказания всех мер поддержки семьям участников СВО. Я в очередной раз напоминаю, что здесь необходим индивидуальный подход к каждой семье. Прошу на этой неделе встретиться с каждой семьей, обращаясь прежде всего к кураторам, отправиться и органам местного самоуправления. В Ульяновской области продолжается работа по наращиванию межрегиональной кооперации и развитию всесторонних отношений с партнерами из дружественных стран. На прошлой неделе приземлили ряд договоренностей с нашими коллегами из Мордовии. На этой неделе к нам приезжает большая делегация из Республики Беларусь. В ее составе чрезвычайный полномочный посол Республики Беларусь, Российской Федерации Дмитрий Николаевич Крутой. В Ульяновской области, как и на всей территории России, по поручению президента Владимира Путина внедряют универсальное пособие для семей с детьми. Единое пособие будут начислять с 1 января 2023 года. Система поддержки семей с детьми в России выстраивалась с 2012 года. При начислении каждого пособия действовали разные критерии и подходы. С 1 января систему начисления сделают единой и более удобной для всех. С 1 января 2023 года все вот эти пособия, о которых я сказала, они вольются в единые универсальные пособия. Их будет предоставлять фонд пенсионного и социального страхования, который также создатся с 1 января 2023 года в нашей Ульяновской области. Поэтому на сегодня мы уже практически произвели все расчеты, подсчеты, в том числе денежных средств. С середины прошлого года в Ульяновской области активно реализуется национальный проект «Производительность труда». Именно тогда региональный центр компетенции начал сотрудничать с первыми предприятиями региона. Сегодня участники проекта – это 27 производств Ульяновской области. Еще 6 предприятий подали заявки. За короткий срок организаторам удалось достичь хороших результатов работы. В 25 раз уменьшилось время на изготовление фактически одной детали, время протекания процесса. За счет применимых переживых технологий, за счет нашей работы совместно с федеральными экспертами на предприятии, совместно, самое главное, с командой данного предприятия, которая очень хорошо отработала, нам удалось на предприятии фактически высвободить более 800 квадратов свободных площадей. Декада национального проекта «Туризм и индустрии гостеприимства» завершается в Ульяновской области. Нацпроект разделен на три составляющих – создание туристской инфраструктуры, повышение доступности туристских услуг и кадровый потенциал. Наш регион добился высоких результатов в каждой из них. Во-первых, сейчас в активной стадии завершения строительства инфраструктурных объектов. То есть средства федеральные, которые были в регион направлены в этом году, они успешно осваиваются и объекты, которые получили финансирование на этот год, завершают свою стройку. То есть там есть и два бассейна, и закупка горнолыжного оборудования, и строительство двух официальных пляжей. Делегация Ульяновской области успешно поработала на международном туристическом форуме «Тревел-хаб Содружества». Мы договорились с Казахстаном, с Узбекистаном, Белоруссией о взаимном обмене, потому что мы мечтаем о том, чтобы было открыто прямое авиасообщение, по крайней мере, с Минском, с Белоруссией. Уже на этот счет ведутся разговор достаточно серьезный, и губернатор об этом говорил. В 2023 году в Ульяновской области планируют реализовать пилотный проект. Успешным школьникам будут доступны двухдневные поездки по региону. Родителям возместят до 7 тысяч рублей за такой образовательный и развивающий тур. На заседании также обсудили вопрос уличного освещения. К февралю в городе должно стать светлее. Планируется заменить 28 тысяч светильников и установить 240 новых опор освещения.